Всем доброго утра! Сегодня мы поговорим еще об одном направлении современной математики. Это изоспектральность геометрических объектов. Это довольно интересное направление. Оно возникло примерно в 60-х годах прошлого века. То есть как бы ему нет еще 100 лет, но молодое. И суть его заключается в том, чтобы попытаться распознавать геометрические объекты по спектру их оператора Лапласа. Казалось бы, совершенно абсурдная постановка вопроса, но тем не менее во многих случаях она приводит к успелу. Вот как это делается, таким образом формулируются основные проблемы, я сегодня и хочу рассказать своей лекцией. Мы начнем с краткой истории вопроса. Одна из первых работ, посвященных этой мате, она как бы считается ключевой, основной, хотя проблема возникла, по-видимому, еще чуть-чуть пораньше. Это работа Марка Катца, которая называется «Можно ли услышать размер барабана?» Объяснение очень простое. Люди, которые жили где-нибудь в джунглях, общались друг с другом. Но общение было затруднительно. Радио и телевидение тогда не было, и поэтому в случае особой необходимости, когда надо было собрать людей в одно место, звучал большой барабан. И люди понимали, если звучит большой барабан, значит это большое собрание, надо обязательно быть. Если звучит маленький, значит какой-то локальный собрание. Но это ровным счетом означает, что самый обыкновенный человек по звуку в некоторых исключительных случаях может определять все-таки размер объекта. Может быть не полностью, но поскольку он видел раньше барабан большой и маленький по раздельности, он уже их отличает. Ну вот эта вот концепция, она и легла в основу целого направления. И в качестве барабана, конечно же, будут использоваться некоторые математические акты. Это могут быть риммановые поверхности, такой наиболее ходовой случай, когда многое можно посчитать. Это могут быть трехмерные многообразия. Это могут быть просто многогранники в пространстве постоянной кривизны, о которых мы говорим. Ну и, наконец, это могут быть графы. Ну, в случае графов вычисление во многих ситуациях идет по достаточно явной схеме, как мы показали на предыдущей версии. И поэтому там можно ожидать что-то весьма положительное, с точки зрения. Но, однако, история вопроса все-таки началась не с графов, а с риммановых поверхностей. Значит, один из вариантов ответа, который был получен Волькером в 1979 году, говорит, что в общем случае общая риммановая поверхность может быть определена по спектру ее оператора Лакласа. Но, тем не менее, всегда есть приятные исключения, когда найдется пара поверхностей с одним и тем же спектром, но, вообще говоря, незаморжные друг к другу. Поэтому тут надо быть осторожным. И теоремы общего типа, они, конечно, полезны и интересны, но гораздо более интересны, когда мы видим конкретные объекты, которые точности распознаются тем способом, который мы здесь пытаемся описывать. В то же время пытались каким-то образом достаточно детально подойти к изучению этого вопроса. Но вот один из первых примеров, который был рассмотрен Робертом Бруксом в 1980 году, и, по-моему, примерно в то же время, хорошо известен всем Джоном Милнером, этот вопрос заключался в том, допустим, мы имеем два тора. Для начала двумерные тора, которые я рисовал на картинке. Но каждый может быть более-менее представить себе, что такое тор. На торе есть некоторая геометрическая структура. В нашем случае она всегда индуцируется с емплидовой плоскости, то есть емплидовая структура или метрика постоянной нулевой тревизны, кому как нравится. А можно просто ограничиться структурой риммановой поверхности, не вникая, особенно оттуда она взялась, с помощью какой метрики она там появилась. В том, другом и в третьем случае можно достаточно корректно определить понятие оператора Лапласа. Оператора Лапласа на комплексной плоскости я вам выписывал в прошлый раз, его все знают с первого курса. Но вот его надо каким-то образом аккуратно перенести на тор. Этим заниматься не буду, это несколько специальная область, как определить оператора Лапласа на многообразии. Но, тем не менее, я должен сказать, что на любом риммановом многообразии это можно сделать достаточно каноническим образом. Ну, немножко более сложные формулы, чем та, которая представляет обычный оператор Лапласа, поскольку надо учитывать специфику метрики, но там появятся какие-то дополнительные коэффициенты. Но для наших рассмотрений это сейчас не столь существенно. Просто поверьте, что на каждом геометрическом многообразии каноническим образом с точностью до умножения на константу можно определить торректно оператор Лапласа. А стало быть, можно и говорить о его спектре. Ну, такой классический или непрорывный оператор Лапласа вообще говоря, имеет бесконечный счетный спектр. Этот факт хорошо известен. Первое собственное значение равно нулю, а все остальные значения либо строго положительные одновременно, либо строго отрицательные, в зависимости от того, какой знак мы поставили перед Лапласианом. И, конечно же, очень интересно знать столь существенную эту спектр. К сожалению, даже в самых простейших случаях выписать лямбда 1, лямбда 2 и лямбда 3 явно в виде практически не удается. Есть хорошие оценки, они больше такого-то, числа меньше такого-то, асимпатически ведут себя так-то, так-то и так-то. Но формально вот взять и красиво выписать спектр, как я сказал, в прошлой лекции делал для графов, у меня задача неимоверно трудно. Поэтому математики, как это часто бывает, обманывают сами себя. Я не могу вычислить спектр, но очень хочу с ним работать. Как же быть? А давайте-ка я посчитаю длины замкнутых геодезических натурий. Это я умею делать. Взял веревочку, обмотал, посчитал и так далее. Получается целый спектр длин геодезических, которые находятся на торе или на другой риммоновой поверхности. Оказывается, есть удивительный факт. Если спектры у двух риммоновых поверхностей одинаковые, то спектры составленных из длин геодезических тоже одинаковые. И наоборот. Более того, выписывается достаточно красивая, ну, вполне сложная формула, которая связывает собственные значения оператора Лапласа с длинами геодезических. Но это две бесконечных суммы, равные друг другу. Это не означает, что лямбда 1 из этого множества равно лямбда 1 штрих из другого. Такого нет. Но вот некоторая производящая функция от собственных значений оператора Лапласа совпадает с какой-то другой производящей функцией. Он глин геодезический. И отсюда делается такой вполне логичный и строгий вывод, что спектр глин однозначно определяет спектр оператора Лапласа и АБО. А вот спектр глин уже довольно часто можно посчитать. Если тот задал какой-то определенной системой координат или уравнением, то уже качающие геодезические точно мы можем выписать. Все не знают, но, по крайней мере, уже достаточно большой кусок спектров можно явно характеризовать. Здесь, конечно, легче работать. И поэтому многие теоремы сразу перефразируются на длину геодезических, и тогда жизнь становится гораздо веселее. Конечно же, такая же попытка была предпринята и для трехмерных многообразий. Оба понятия – длина замкнутой геодезических спектр оператора Лапласа, определенные и на трехмерном многообразии. Но оказалось не так-то просто. Такой теоремы, о которой я упомянул, о взаимоднозначном соответствии спектра уже нет. Но если на трехмерном многообразии рассматривать геодезических с так называемыми комплексными длинами, я об этом немножко говорю, то спектр комплексных длин определяет спектр оператор Лапласа и наоборот. То есть ситуация более сложная, и здесь уже нет такой явной формулы, которая бы нам помогала. Но тем не менее еще что-то сохраняется. Что будет в четырехмерном пространстве, я, естественно говоря, не знаю, но можно уже пофантазировать, что как-то эта диарема дальше будет жить, ну, с какими-то дополнительными условиями, естественно. Таким образом, конечно же, здесь возникает ряд очень интересных вопросов. И первое, что удалось доказать, ну, возможно, был первый Милнер, а потом Брукс, может быть, наоборот, тут я не знаю, но работа Брукса как-то более интересная. То есть два Тора имеют одинаковый спектр оператор Лапласа, то они обязательно замедлищены. Вот позже мой ученик Руслан Исангулов в своей диссертации доказал, что если две бутылки клейно имеют одинаковый спектр оператор Лапласа, то они тоже замедлищены. Так что на первых шагах, казалось бы, мы имеем определенный успех. Ну, с другой стороны, довольно быстро были построены примеры, что вообще говоря, этот успех развить в определенном направлении нельзя. Милнер построил, я уж не помню точно, по-моему, 2 16-мерных Тора, у которых спектры одинаковые, но они не заметили. То есть в высших размерностях заведомо это не так. Но в малых, может быть, это свойство для Тора сохраняется. Где там граница от 1 до 16, ее можно поискать. Понятно, что есть какое-то количество работ на эту тему, но конкретно я их упоминать сейчас не буду. Ну, ладно, кроме Тора есть риммановая поверхность рода 2, бубль такой кренгель, рода 3 и так далее, и так далее. Ну, здесь довольно интересно, довольно интересно. Что если род начинается с 4, поверхность рода 4 или больше, то всегда можно построить контрпример. Есть две риммановых поверхности рода 4 с одинаковым спектром, но они не замокли другим. Но 4 это все-таки большое число, надо сказать. А что будет для трех и для двух поверхность рода 3 и поверхность рода 2? Увы, я, по крайней мере, ответа на этот вопрос не знаю. В случае поверхностей рода 3 построен пример с риммановой метрикой переменной кренгель, когда все-таки спектры одинаковые, риммановая поверхность не замокли. А вот в случае риммановой поверхности рода 2 вопрос абсолютно хорошее. Правильно ли же понимаешь, что если кривизна постоянная, то ты можешь считать, что гиперболическая поверхность? Конечно. Ну, если род больше единицы, конечно, гиперболическая поверхность. Ну вот, после того, как вот эта вот битва за изометричность прошла, она прошла и в более высоких размерностях. Там рассматриваются многообразия с краем. В частности, рассматриваются многогранники, о которых я упомянул. Для них тоже эту проблему можно так или иначе поставить. Пришло время опуститься вниз на график. Ну, вот уже начало этого века, да, 2003 год, ну, может быть, чуть раньше результата, появилась серия работ, которые пытаются исследовать тот же самый вопрос для графа. Спектр. Но спектр графа, к сожалению, понятие такое довольно по-разному трактуемое. В прошлый раз мы ввели с вами оператора Лапласа, и поэтому я, конечно же, буду говорить о спектре оператора Лапласа. Ну, некоторым людям, которые, может быть, не пришли из области анализа, им больше нравится матрица смертности А. И поэтому можно говорить о спектре матрицы А. В частном случае, когда все вершины графа имеют одинаковую валентность, это одно и то же. Эти спектры отличаются на константы. Но если графы имеют вершины раз эквалентности, это два разных понятия. И поэтому возникает два понятия спектра. Спектр, который идет от оператора Лапласа, Лапласу спектр, или тот, который идет от матрицы к инцинентности. Дальше, дальше, дальше. Дальше, конечно же, эта наука развивалась, а придумали и другие варианты. Скажем, матрица составлена из попарных расстояний между точками графа. Состоит из телых чисел, но это настоящая матрица, что у нее тоже есть спектр. Можно эти спектры сравнивать друг с другом. И вот с разных точек зрения ставилась та же самая проблема. Можно ли, можно ли по спектру определить сам объект? Ну, я, конечно же, расскажу только несколько результатов. Ну, как обычно, наибольший акцент делаю на наши собственные результаты, когда удалось чего-то положительного добить. Ну, параллельно будет достаточно много примеров, когда при невыполнении некоторых весьма простых условий эта самая изометричность, она уже пропадает. Хорошо, попробуем посмотреть, что у нас имеется в качестве стартовой точки. Ну, для меня лично стартовая точка – это вопрос Петера Бузера, швейцарского математика, с которым мы много лет работаем в хороших дружеских и математических отношениях. И вот он довольно давно в своей книге, по-видимому, впервые поставил конкретный вопрос, частный случай проблемы, о которой я здесь все время говорил. Предположим, что есть две риммоновых поверхностей рода два, и у них одинаковый спектр операционного класса. Будут ли они цементричны? Так это или не так, я не знаю. Петер Бузер потратил значительную часть своей жизни для доказательства этой гипотезы. Осмотрел много случаев. И он мне по секрету сказал, что у него есть рукопись неопубликованная, примерно тысяча страниц, где такое доказательство содержится. Ну, вот это все, что я знаю. Да, наверняка такая рукопись есть, но есть ли там, в конце концов, доказательства или просто некоторые идеи, которые надо было платить? Ну, время покажет. То есть проблема, ну, пока вот официально остается открытой. Поэтому, конечно же, конечно же, это все интересно, но, к сожалению, я не владею техникой, которая бы позволила хоть как-то продвинуться в этом направлении. Как раз в это время я заинтересовался теорией графов, и поэтому решил посмотреть, ну, а в графах-то как? Как там ситуация обстоит? Ну, постановка вопроса, она примерно такая же. Два графа будем называть изоспектральными, если полиномы Лапласа у них совпадают, характеристически полиномы Лапласа и определенно проще. Ну, это понятно. И тогда, естественно, вопрос. Пусть полиномы совпали, будут ли графы за мной? Ясно, что в общем случае ожидать успеха нет. Ну, почему бы не спросить его для графов, которые являются аналогами Риммана на поверхности порода 2? Это граф с двумя дырками. Ну, как вот очки, грубо говоря. Они будут дальше показаны, и соответствующие результаты будут сформулированы и доказаны. Ну, просто вот первое, что пришло в голову, это попробовать решить дискретный аналог проблемы Петера Бузера. И он получил положительное решение. Но, опять же, при некоторых естественных ограничениях на класс ГРАС, с которыми мы работаем, это тоже понятно. Противно, в случае будут контргемеры, они тоже будут демонстрированы. Ну, хорошо. Давайте посмотрим что-нибудь еще. К счастью, мы уже с вами кое-что знаем. В прошлый раз я упоминал результат Кельманса и Чулнахова. Но я сказал, что Кельманс на самом деле теорему чуть-чуть пораньше доказал. Он просто это русскоязычное издание, которое недоступно для вновь. Поэтому вопрос об авторском мы обсуждать не будем. Но саму теорему я просто напомню. Я ее перепишу сегодня несколько в ином виде. Вот когда мы начали заниматься за специальностью графов, это уже все-таки лет 10-15 прошло, я сейчас не помню. Тогда про подсчет лесов я вообще говоря особенно не слышал. И у меня не было возможности какую-то параллель провести. Я вот сегодня утром осел готовить лекцию и понял, что ну это же тот же самый предмет. Я напомню, что ЦИТ и коэффициент – это в точности количество порождающих отмеченных деревьев, состоящих из И лесов. А точнее порождающих лесов, состоящих из И деревьев. Понятно? Я в предыдущей лекции писал плюс-минус, плюс-минус, либо модуль ставил. Ну а здесь как-то вот проследили за знаками, немножко коряво, конечно, с минус единицами, ну как бы вот истинно. Ну вот одна из формулировок, по-видимому, даже первичная теоремы Тельманса заключалась в том, что эти коэффициенты считаются немножко по-другому. А именно на графе, который мы исследуем, отмечается ровно и точек разума. Они склеиваются вместе. Получается новый граф. И тогда на этом графе считается число порождающих деревьев. Ц – это число деревьев, я не знаю, видно или не видно. И надо просуммировать по всем таким склейкам из И точек. Если вернуться к предыдущей лекции, то на самом деле достаточно легко увидеть параллель этой процедуры. Значит, опять-таки я рисую какой-то там достаточно произвольный граф, который приходит в голову. И попробую нарисовать на нем порождающий лес. Ну что-нибудь побольше можно. Значит, вот, скажем, лес. Одно дерево, другое дерево, ну и какое-нибудь третье дерево. Мы считали на самом деле не просто деревья в лесу, а деревья, у которых всегда выбран корень, корневые деревья. Поэтому вот такие вот корневые деревья я здесь нарисовал. Теперь что означает процедура, которая здесь написана? Да надо просто все корни склеить вместе. Понятно, что если корни нескольких деревьев склеить вместе, все равно получится большое дерево. И, конечно, на нем уже, с ним уже лекция работает. Поэтому читать леса на исходном графе или деревья на склеенном графе, это, конечно, одно и то же. Это просто переформулировка. Но в то время, 67-й год, по-видимому, о подсчете лесов никто и не задумывался. Так, в общем-то, и не возникал вопроса, как связать это с лесами. Позже, конечно, это было понято, перехразировано и так далее, и так далее. Так что вот я пока следую вот такой вот, ну, достаточно классической постановке вопроса и формулировки теоремы. Но, по сути, это именно та теорема, о которой мы говорили и которой мы даже пользовались на предыдущем. Хорошо. Ну, давайте теперь попробуем обсудить класс графов. Графы, с которыми мы будем работать. Я хочу построить дискретный аналог Риммановой поверхности года 2. Вот они на картинке изображены. Все понимают, да? Вообще говоря, есть три нити, три линейных графа. Один линейный граф длины К, второй длины Л и третий длины Н. И из них строится то, что называется теттограмм. Ну, конечно же, кто-то может сказать, а почему хвостиков нет. А вот если мы нарисуем хвостики, тогда со спектром операторого класса будут большие проблемы. Поэтому исходная задача будет формулироваться вот именно для теттографов. Или, как говорят, приведенных графов. Другими словами, все лишние хвостики просто удалены. Я не знаю. Какие хвостики? Так, ну хорошо. Да, это надо, конечно, пояснить. Вот еще один пример теттографа, который я нарисую. Ну, пусть он какой-то такой есть. Но, вообще говоря, я мог нарисовать вот такие вот хвостики. Тут нарисовать еще дерево. Понимаете, две дырки как были, так они и остались. Но вот я не допускаю наличия этих хвостиков. Как только хвостик появится, сразу будет контрпример к нашей теории. Они будут показаны ниже. Поэтому исходная формулировка как бы дискретной версии классической римуновой поверхности я буду считать теттограф. Один из возможных, который здесь изображен. Ну, на втором картинке в среднем случае, значит, ML это что? Это число ребер в каждом из вот таких вот длинных путей от верхней вершины к нижней. Поэтому посередине ребер M равно нулю. Ну и соответствующее обозначение. Граф тета с параметрами KLM. Ясно, что эти параметры можно циклически переставлять, либо менять местами два из них. При этом получится изоморфный град. Вопрос только, как их расположить. Поэтому в дальнейшем вместо величин KLM мы будем использовать симметричные полиномы от них. А именно сумма K плюс L плюс M. Сумма попарных произведений и, соответственно, произведений. Известно, что симметричные многочлены полностью определяют числа KLM с точностью до перестановки. То есть более удобными вариантами будут служить симметричные многочлены. Они появятся дальше. Я просто как бы так немножко подготавливаю. Чтобы не перебирать случаи K больше L, L больше M и так далее. А симметрические полиномы полностью выдадут уже всю необходимую информацию. Хорошо. Дальше. Посмотрим, что есть у нас еще дальше. Ну, вот, собственно, вот эти симметричные многочлены, которые я сказал, они вот только что и уводятся. Сигма-1, сигма-2, сигма-3. Ну, кто решал школьные задачи на симметричные многочлены, он, конечно, их знает. Ну, в университетском курсе тоже где-то там промелькнула общая теорема разложения, но это уже не так интересно было. Ну, кто-то, видимо, руками эти штуки щупал, знает, как с ними работать и так далее, и так далее. Поэтому два графа, которые мы рассматриваем изоморфны, тогда и только тогда, когда набор соответствующих сигмам просто у них одинаков. Это простое элементарное обозрение, но для нас оно будет исключительно полезным. Итак, основной результат, о котором я хочу сегодня рассказать. Предположим, что два тетографа имеют одинаковые спектры оператора Лапласа. Тогда они заморфны. Ну, вот я нацелюсь каким-то образом рассказать доказательства этой теоремы. Естественно, может быть, какие-то детали будут упущены, но основная идея, я надеюсь, все-таки будет доступна для понимания. Что мы имеем с самого начала? С самого начала мы имеем характеристический поленом оператора Лапласа. Лапласов-Полином. Вот он здесь выписан. Геометрический смысл определенных констант мы, вообще говоря, уже знаем. Уже знаем. Значит, скажем, вот последний коэффициент, он так или иначе отвечает за число порождающих деревьев в нашем графе. Стало быть, может, посчитан какими-то достаточно простыми способами. Н-степень. Степень – это количество вершин в нашем графе. КЛМ – это как бы сказать… Ну, давайте, может быть, я попробую порисовать. Порисовать немножко, да. Так, значит, возьмем какой-нибудь этот граф. Значит, здесь К. К – это количество ребер. Раз, два, три. Вот оно. Л, соответственно, или как у меня там по серединке, да, я, наверное, особо роли не играю. Здесь два. И, наконец, Л снова. Раз, два, три. Это вот основные параметры. Теперь количество вершин нашего графа. По-моему, у меня буква В. То есть, это, естественно, сам граф В. Количество вершин. Ну, нетрудно понять, что надо взять К плюс Л плюс М и отнять единицу. Ну, не знаю, надо ли объяснять эту формулу. Конечно, с первого раза всегда путаешься, но потом понимаешь, там, либо добавить эту минус единичку, либо нет. Ну, что касается последнего коэффициента С1, то мы его на прошлой лекции обсуждали. Это, в точности, число отмеченных деревьев или порождающих деревьев, как мы говорим, основных деревьев в графе Ж. Ну, как эти деревья можно строить? Если мы пройдем по полному циклу, то дерево никогда не получится. Если мы не пройдем по полному циклу, а, скажем, пройдем здесь и здесь, оставим непокрытыми два ребра, тоже не получится покрывающее дерево. Поэтому ответ получается, вообще говоря, достаточно простым образом. Значит, как-то вот так. Вот надо пойти, это первое, что надо сделать. Второе, значит, здесь как-то продвинуться. Ну, и, наконец, эта штука весьма связная. Поэтому и здесь надо пойти. Вот, хорошо, я как-то здорово, конечно, все это вам нарисовал. Аж сам удивился. Так, да, видимо, я уже давненько не рисовал эту картинку. Вот такое вот дерево. Значит, нам надо посчитать их количество. Их количество, да. Значит, как же это можно сделать? Как же это можно сделать? Ну, можно понять очень простую вещь. Очень простую вещь. Надо просто посмотреть, где будут свободные места, которые не занимаются вот этим вот порожденным деревом. В первом случае, когда мы ведь в СКА рассматриваем, есть К мест, где можно не заштриховывать. Во втором случае их L и в третьем случае их M. Но если мы не заштрихуем в первом случае, во втором и в третьем получится несвязный граф. Не годится. Значит, по одному ребру надо пробежать полностью, вот как у меня нарисовано. А на оставшихся двух ребер у нас есть свобода выбора. К незаштрихованных ребер в первом случае и ровно L незаштрихованных ребер во втором. Таким образом, мы можем взять К умножить на L возможности при условии, что вот это ребро полностью заштриховано. Но теперь поменяем ребра ролями, заштрихуем первое, но не будут заштриховывать два другие. Поэтому по аналогии появится вот такой вот член, ну и наконец оставшаяся величина К делить на L. То есть симметрический многочлен второго типа, он дает количество порождающих основных деревьев на нашем графе. Ну, поскольку C1 – это число отмеченных, значит, еще надо умножить на количество вершин. Этот вопрос мы тоже обсуждали. Но вот эта цифра у меня и стоит. C1 – число всех деревьев умножить на число вершин. Поэтому два параметра, по крайней мере, от этого многочлена, ну, каким-то хитрым, но нехитрым образом мы можем тоже определить. Так, Cn – 1. Ну, тоже надо немножко подумать. Немножко подумать. Это удвоенное число ребер. Оно всегда так получится. Не буду я, наверное, это пояснять, но как-то так поверьте. Удвоенное число ребер. Тоже это общий фактор для всех граммов. Поэтому три параметра имеются с самого начала. И два коэффициента, которые по ним определяются. У нас есть графы, у которых совпали полиномы записанного вида. Значит, у этих двух полиномов совпал коэффициент номер 1 и коэффициент номер n-1. Мы получаем два уравнения с тремя неизвестными. Но, к сожалению, решение не единственное. Нам надо добиться единственности решения. Значит, нам надо побороться еще за какой-нибудь коэффициент. Скажем, C2. Да, это можно сделать, и это мы сделаем. Но выяснится и в этом случае. Как правило, все будет хорошо. Но в некотором случае система из трех уравнений с тремя неизвестными вырождается. И снова имеет вишний решение. Поэтому придется еще один дополнительный коэффициент посчитать. И тогда уже с помощью третьего коэффициента мы полностью решим нашу задачу. Но опять-таки придется воспользоваться тем, что величины k, lm – это целые числа. В противном случае полученные системы могут иметь еще дополнительные комплексные решения. Но они, кстати, у нас не интересны. Вот такая вот система, которая здесь возникает. И мы попытаемся продвинуться дальше, вычисляя по очереди коэффициенты C2 и C3. Алгоритм у нас есть. Это написанная выше теорема Кельманса. Поэтому мы по ней и будем следовать. Хорошо. Первая вспомогательная лемма. Коэффициент номер C2. Да, он вычисляется. Вот он здесь на доске стоит. Радости жизни, конечно, мало. Но все-таки это многочлен. Ну, относительно небольшой степени. Как это сделали? Да очень просто. Нарисовали соответствующие картинки. Чтобы посчитать C2, надо склеить две точки вместе. Ну, тут комбинаторно несколько ситуаций. По-моему, четыре возможных ситуации. Склеили, ручками посчитали, сколько порождающих деревьев. В одном, в другом, в третьем случае. Потом просуммировали. Ну, и получили формулу, которая здесь имеется. Ну, в общем-то, использовался компьютер. Ну, не так, чтобы очень серьезно. Там некоторые суммы геометрических процессий. Ну, довольно много. Ну, ручками не всегда хотелось. Догнали в компьютер, получили. Но потом проверили. На простейку примера, конечно, проверили, что ответ совпадает. Таким образом, второй коэффициент все-таки мы можем найти, выражая его через симметричные многочлены. Эти симметричные многочлены являются как бы аргументами в этих полиномах. То есть, все-таки немножко сложновато. Сами многочлены-то так еще сидят, но у них еще надо симметричные пункты подставить. Ну, считается. Для современных исследователей это уже есть проблема. Раньше, может быть, никто не пытался. Надо было руками перебирать много случаев. Лишнего времени нет, поэтому задача не решается. Ну, а здесь как бы между делом бросили в компьютер. Вроде что-то получилось. Пару раз проверили, там ошибки исправили, пошли дали. Таким образом, конечно же, вот этот коэффициент мы нашли. Хорошо. Что дальше? А, вот, собственно, доказательство. Две точки надо каким-то образом склеить вместе. Вот тут вот и обсуждается, как можно склеить две точки вместе. Надо их где-то выбрать. И чтобы вот это вот все у нас аккуратненько и получилось. Значит, как получается первая картинка? Ну, давайте, может, я не знаю, здесь же тоже вроде бы видно. Значит, я уже конкретно не буду выписывать какое-то. Вот здесь К-ребер. Здесь, соответственно, Л-ребер. А там оставшееся количество ребер. Мы выберем вот эти вот две вершины и попытаемся склеить их друг с другом. Что получится? Получится одна общая вершина, а из нее аккуратным образом будут выходить три петли. Одна петля длины К, другая петля длины Л, ну и, соответственно, третий петли. Вот это вот процедура от регистрации. Самая простая. Она вот представлена для красной границы G2. Ну, для G2 что там надо сделать? Там уже надо сделать что-то такое. Следующая процедура. Ну, я не буду все, конечно, варианты рассматривать. Это понятно, что дело почти безнадежное. Взяли одну вершину и какое-нибудь ребро, скажем, лежащее на ребре G2M-ребер. Снова их отождествили. Получилась петелька и количество вершин меньше, чем там указано. Ну, собственно, там катая цвета. Катая, может быть, я не совсем удачно нарисовал. Ну, это не столь важно. Значит, вот это вот К. К на житом месте. Их отождествили. В результате получилось почти то, что было. К, Л, М. Но вот здесь вот. Раз, два, три, четыре. Допустим, И. Значит, получилась новая петля длины И. На старом ребре осталось К-И. Отрезков. А эти числа, Л и М, они дружно сохранились. Итак, значит, вот такая вот картиночка. На ней надо посчитать число порождающих деревьев. Ну, опять-таки, ручками это делается. Примерно так же, как вот я здесь рассказывал. И оставшиеся две ситуации. Скажем, одна вершина лежит, выбранная на ребре К, другая на ребре, склеили вместе, получили третью ситуацию. Ну и, наконец, ситуация, когда две выбранных вершины лежат на одном и том же ребре. Это, по-моему, последний случай. Опять-таки, аккуратненько перебрали. Каждый раз получатся некоторые многочленчики. Так, ну, не знаю, строчку помещаются, но полстрочки не помещаются. Это надо сложить вместе, упростить, чтобы получился тот ответ, который собирается. То есть, задача вполне для первокурсника или для десятиклассника, если ему пояснить конкретно, что надо делать. Ну, дальше. Дальше. Ну, дальше мы просто детально обсуждаем, как считается число деревьев в каждом из этих вариантов. В первом случае это просто К умножить на Р умножить на М. Просто выбросить тогда ребро из первого, цикла из второго и третьего. Другие чуть-чуть посложнее, но в целом можно поверить, что это решаемые задачи. Решаемые задачи. Хорошо. Это все посчитали, сложили вместе, получили тот самый поленом, который утверждается. Ну, не знаю, руками на нас все-таки тяжеловато. Я не пробовал, думаю, что уже лень матушка приучила пользоваться компьютером. В общем-то, это вроде бы получается. Хорошо. Ну, вот теперь дальше. Что пойдет дальше? Попробуем побороться за коэффициент номер три. С двойкой-то мы справились. Здесь тоже есть ответ. Ну, уже не для слабонервных слушателей, как говорится. Но, тем не менее, ответ перевариваемый. Появились асимметричные поленомы всех видов. Сигма-1, сигма-2 и сигма-3. Доказательство примерно тоже. Способ отождествления в месте трех вершин нашего графа показан вот на этой схеме. Их вот оказалось ровно в шесть штук. И, естественно, каждый случай в детальной следует. Снова считается число деревьев на каждом из них. Складывают вместе, получаем доказательство лена. Ну, хорошо. Теперь, может быть, мы уже можем попробовать перейти к доказательству самой теорены. Рассмотрим два произвольных тетографа и соответствующие им многочлены, характеристические многочлены операторного класса. Априори, они разного порядка и с разным набором коэффициентов. Но мы знаем, что графы изоспектральны. Это значит, эти многочлены, как многочлены, они равны друг другу. В частности, первый вывод, степени у них одинаковые. Это обстоятельство мы должны геометрически как-то проинтерпретировать. Второе. Все остальные коэффициенты тоже одинаковые. Но тут настало время воспользоваться Леммой. В Лемме есть некоторые формулы, которые выражают второй коэффициент и третий коэффициент. Значит, вторые коэффициенты, они тоже одинаковые. Отсюда получается равенство, которое я написал. Сигма-1 равно сигма-штрих. Это хорошо, это большой успех. Но вот сигма-2 не определяется из этого уравнения. Видите, там оно где-то запуталось и получается очень нехорошо. Ну, в меру нехорошо. В меру нехорошо. Значит, из первого следует, что сигма-1 равно сигма-2 штрих. А второе при этом и рождается просто. Оно есть, оно красивое, но информации не дает. То есть вот эта система, она совместна, конечно, но на самом деле по модулю первого равенства второе становится даже здесь на нулем. То есть она неразрешима. Однозначно неразрешима. Много решений имеет. Поэтому, конечно же, конечно же, как-то надо исхитриться. Показать, что сигма-2 равно сигма-2 штрих. Ну, а потом еще, что сигма-3 равно сигма-3 штрих. То есть вот первая попытка наивная. Не получилось. Ну, сигма-1 мы получили. Это уже радует. Поэтому, конечно же, пойдем дальше. Полеметрия. Второй коэффициент выражается вполне понятным образом. И они одинаковы для наших градусов. Сравнивая их друг с другом, получим опять некоторую систему равенства. Ну, вот система равенства, она вот здесь выписана. То, что получилось в результате. Но, опять-таки, все хорошо. Сигма-2 мы определили. Прекрасно. Но сигма-3 надо посчитать. Сигма-3 выступает в качестве множителя. Правой и в левой части. Поэтому, если коэффициент B от сигма-1 и сигма-2 отличен от нуля, прекрасно. Мы найдем и сигма-3. Но есть контрпример. Есть графы, у которых этот замечательный коэффициент обращается. Поэтому в общей ситуации мы не сможем сказать, что сигма-3 одинаково. Надо идти дальше по этому уже протаренному пути. Ну, попробуем. Рассмотрим случай, когда B, вот этот вот странный коэффициент, равен нулю. И утверждаем, что, тем не менее, все равно сигма-3 будет равно нулю. Но равенство нулю B3 – это, вообще говоря, уже некоторое исследование. Некоторое исследование. И оно приводит вот к некоторому достаточно сложному уравнению. Единственная радость жизни состоит в том, что все числа, с которыми мы работаем, целые. То есть нам надо решить вот эту систему или это уравнение в целых числах. Это нам сильно поможет. Ну, мы замечаем, что все-таки коэффициенты Е в этом случае отличны от нуля, потому что сигма-1 целая. Чтобы Е обратилась в ноль, надо, чтобы сигма-1 равнялась 8 поделить на 3. Этот случай у нас не реализуется. Значит, это хотя бы одна радость. То есть коэффициент не обращается в ноль. В результате мы имеем, как бы это сказать, сигма-3 и сигма-3 штрих удовлетворяют одному и тому же квадратному уравнению. Ну, вот я не знаю, в олимпиадных задачах это довольно часто возникает. Один корень квадратного уравнения известен заранее по постановке задачи. Надо найти второй. Ну, очень просто. Сумма корней равна, как это сказать, минус второй член поделить на третий член. Что, собственно, здесь и написано. Ну, это теорема Виета. Теорема Виета. По теореме Виета мы находим связь между сигма-3 и сигма-3 штрих. К сожалению, отсюда сразу не следует, что они равны друг другу. Это еще одна возможность. Если они равны друг другу, наша теорема уже доказана. Можно этот случай полностью забыть. Значит, осталось исследовать этот неприятный случай, когда они выражаются друг через друга. Могут ли они в этом случае равняться друг другу? Может ли такой случай быть? Может быть, такие графы существуют? Ну, вот этот вопрос и приходилось исследовать. Развивая идеологию дальше и пользуясь тем, что b у нас равно нулю, вышеуказанная система, точнее уравнение, возникшее из теоремы Виета, переписывается теперь вот в таком замечательном виде. Ну, не так, чтобы уж очень сложно, но опять-таки надо понимать, что это целые числа. Поэтому должна быть делимость. Вот это громадное выражение круглых скобков должно делиться на 729. Соответственно, там 490 должно делиться на минус 8 плюс 3 сигма. Ну, и какие-то другие очевидные замечания можно сделать. И вот начинается игра с целыми числами. Перебираем делители того или иного числа. Ну, их не так много, но все-таки их надо перебрать. И смотрим, есть ли графы с такими параметрами или нет. Если есть, значит, контрпример к нашей теории. Если нет, ну, нам повезло. Ну, в общем-то повезло. Хотя не сразу. Ну, само условие. Конечно, это школьная задача. Но в школе обычно таких сложных задач никому это не надо. А тут она сама по себе возникла. Значит, это должно делиться на 729. Вторая является делителем 490. Ну, и, наконец, там какая-то комбинация, деленная на 3, должно быть, ну, не просто целым, еще положительным целым. Целым положительным числом. Ну, что делать? Перебрали. Ну, тут как сказать? А, ну, в принципе, конечно, делители-то на компьютере можно перебрать. Это дело не очень хитрое. Но их оказалось, вообще говоря, ровно 3 возможности. Ну, конечное число. Не знаю. Перебрали. Поверьте, делали аккуратно. Не с первого раза получилось. И не со второго, и не с третьего. Ну, в конце концов, получилось. Дальше. Вариант. Сигма 1 равно 6. Это сумма, сумма, сумма. Длин, ребер. К плюс L плюс M равно 6. Это очень маленький граф. У него несколько возможностей для реализации. Их можно перебрать вручную и понять, что для них наша теорема всегда верна. Спектры у них выписываются, сравнить можно. Поэтому заморачиваться на шестерке нельзя. Такая возможность, видимо, есть, но там теорема имеет положительное решение. Значит, осталось два варианта. Сигма 1 равно 19. И сигма 1 равно 166. Ну, придется. Ух, видите, какие числа получаются, да? Как-то вот, ну, вот ниоткуда, но из постановки задачи. То есть мы их специально не выдумывали, а по ходу дела не получили. Ну, в результате, перебирая эти возможности, получаем уравнение в целых числах. Сумма трех чисел KLM известна. Попарное произведение известно. И просто произведение известно. Найти KLM. Естественно, все они корни вполне приличного кубического уравнения. Которое уж как хотите, руками, ногами, но решить можно. Но удивление, эта система имеет решение. Ну, поскольку у нас интересны целые решения. Ну, целое решение получается, да. Поэтому, вообще говоря, вообще говоря, отсюда, отсюда, отсюда. Мы вроде бы KLM нашли. Но дело в том, что у нас два графа. Один с параметрами KLM, а другой с параметрами K', L' и M'. Поэтому надо решить и соответственную задачу для них. Ну, получается, что мы имеем совсем другую систему уравнений. Совсем другую систему уравнений, которую тоже надо будет решить. Но, к счастью, вторая система целых решений не имеет. То есть, формально, логически, с точки зрения уравнений, да, мы построили контрпример. Но параметры K', L', M' для контрпримера не оказались целыми положительными. Поэтому такого графа нет. Ну, не знаю. Наверное, есть более короткое доказательство. Я охотно верю, как это всегда не было времени написать коротко, писали длинно. Но, тем не менее, значит, вот этот случай был проанализирован. Таким образом, σ1, равное 19, не проходит. Теорема в этом случае верна. Контрпримера нет. Но остался последний случай. Ну, более или менее по той же схеме. Составляем систему уравнений для кубического уравнения. Оно, к счастью, решается, находится решение. И составляем аналогичную систему для второго графа. Но у нее нет целых решений. Значит, другого графа со тем же самым спектром не существует. Он один единственный с точки дезамортизма. Но это, в конце концов, и заказывает полностью нашу теорию. Так понятно, есть ли вопросы у слушателей. Слушатели согласны, да? Или слушатели ищут контрпример? Так слышно нас? Да, вас слышно. В целом, какая-то техника вроде. Идея понятна. Школьная техника, да. Конечно, я ничего не скажу. Я говорю, что задача доступна для школьников. Почему не брались? Ну, потому что без компьютера для этого лучше не браться. Это время пустое потратишь, и не факт, что найдешь все возможные решения. А с компьютером, в общем-то, относительно несложно задать. Наверняка можно оптимизировать. Но со временем, когда-нибудь придут какие-то идеи, наверное, это и будет сделано. Ну, хорошо. Теперь, наверное, настало время контрпримера. В условиях, которые оговорены в теореме, теорема полностью доказана. А теперь, может быть, что-то, надо дополнительно сделать, ослабить эти условия. Будет ли в этом случае что-то работать? Ну, вот на самом деле не работает. Вот два графа. Два графа. Один из них – тета-граф, как мы были, а второй – тета-граф с плоскостиком. Формально они оба, как это говорят, рода-2. Группа гомологии, и у первого и второго графа это бесконечная абелева группа ранга-2. В этом плане они, конечно, родственные. Но они, очевидно, не заморфны. Потому что при заморфизме хвостик, или, как это говорят, висячая рубра, переходит в висячую руброчку. Тем не менее, если мы, опять же, с помощью компьютера или руками посчитаем спектр оператора Лапласа, то мы приходим вот к такому вот этому виду. А она одинаковая. То есть это изоспектральная игра. Но, очевидно, не там нет. Ну, на самом деле, пример был известен еще и до нас. Это где-то нашли в литературе. Но там не было такой постановки, что надо графу рода-2 распознать с точки гигомофизма. Такая проблема не ставила. Потому что это делали специалисты по теории Грахов. А мне как-то судьба связалась с Петером Бузером довольно давно. Я просто знал, что аналогичная проблема 10-10 метров. То есть провелась вот такая параллель. И в результате, собственно, это теорема и возникла. Так что вот, с хвостиками жизнь важнее. Дальше. Рода-3. Рода-3 – это означает, что первая группа гомологий – циклическая ранга-3. Три дырки у графика. По-другому, по-простому. Увы, самая прекрасная постановка вопроса. Никаких хвостиков. Графы в чистом виде не приводят к успеху. Вот два незаморфных, очевидно, незаморфных графа рода-3, у которых одинаковый спектр. И, соответственно, полином здесь выписан. То есть корни вот этого многочлена являются спектральными значениями. Это разного вопроса. Ну, значит, дальше дело не пошло. Эти графы, они не представляются, как вот две вершины и линии? А как это? Я чуть не очень понимаю. Ну, вот у вас здесь этот граф – это две вершины и линии. Нет. Это графа – первая группа гомологии Z плюс Z. А у этих первая группа гомологии Z плюс Z плюс Z. Да, вот если брать среди вот не такие графы, а именно у которых две вершины и линии. Ну, может, вы нарисуете как-то, я не очень понимаю, постановку вопроса. Две вершины. И тут будет не раз, два, три, а еще четверо. А вот так вот, да? Да, и такие вот, то есть M1, M2, M3, M4. Это же очень легко понять. Значит, вот эта вершина четырехвалентных. И здесь четырехвалентных. Значит, у этого графа две четырехвалентных вершины. Посмотрим на картинку. Там все вершины трехвалентные или двухвалентные. Не заморозны. Валентность вершин сохраняется в этой картинке. А в таком классе поставить проблему можно? Да, я это спрашивал, да. Просто мне в кого-то, естественно, вопрос о каких классах. Ну, возможно, вы правы. Мы вообще-то классифицировали все графики рода три какие-то. Могут быть там семь классов получилось. И, по крайней мере, гипотеза была, что если мы класс выделим, как выделим, что в самом классе проблема из амортизма решается. Но, увы, значит, моя дипломница как-то, ну, как это часто бывает, нашла работу в компьютер-сайенсе и исчезла. И задачи остались не решены. Прошло уже много лет, а мы как-то перекинулись на другую область знаний. И, да, остановка правильная. И, наверное, ответ получен. Ну, так вот в лоб уже считать тяжеловато, как мы рассматриваем. Ну, какие-то обходные пути, наверное, можно дышать. То есть в каждом классе, в каждом типе, да, можно такую поставить, но, да, наверняка нам будет иметь положение. И в этом плане совершенно справедливо. Ну, хорошо, теперь графы рода один. Ну, прежде всего, это циклический граф. Правильный N-угольник и правильный M-угольник. Но тут все просто. Если у них спектры одинаковые, у них одинаковое число вершин, как мы говорили. Значит, они из-за мощных места стоят. Но если мы к циклическому графу добавим усики, увы, задача имеет отрицательное решение. Вот два графа рода один с одинаковым спектром, но с разными стопологическими типами. Понятно, очевидно, не за мощные. Ну, по той же причине, по той же причине, посчитать число граф валентности 3. У первого две вершины валентности 3, да, у второго. Ну, ну, и важно, легко понять, что не за мощные. Так что здесь, опять-таки, казалось бы, попроще могла задача оказаться. Но нет. Наличие вот этих усиков сильно усложняет задачу. Тут много работ, в основном, по-моему, китайских математиков. Как-то они отличают друг от друга. При каких-то условиях они все-таки будут изоморфны. Ну, в общем, куча ответов. Дальше. Да, слушаю вас. Ага, да, да. Да, конечно. Я решение с нами. Как? У вас есть вопрос, если я вообще не покажите, что не на роду, а вот по типу такого графа, например, там есть так же две вершины, например, N. Так, и что тогда? Ну, технику-то можно найти, конечно, можно. Надо, конечно, глубоко окопаться. Ну, слушай, это интересно, что вот я как-то игнорирую вот матрику смежности А, а вот из нее больше геометрического смысла видно, чем у комператора Варкласса. Вот она, может быть, распознает эту вещь быстрее. Я специально не интересовался, но... Есть вот некоторые дополнительные геометрические соображения, которые позволят. То есть распознать валентность вершины, там, где-то, чего, как-то, куда-сюда. То есть это все можно, да. Конечно. Ну, так вот, чтобы, сходу сказать, какой-то общий результат в этом направлении геометрического. Хорошо. А вот еще интересный класс графов, это вот K-регулярные графы. Ну, в смысле, с ней вершины не имеют... Да, 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 да. Вот семейство с фиксированным K среди них... И как раз матрица Лапласа и матрица смежности, у них спектры одинаковые, они отличаются на константы. Поэтому из-за спектральной смысла Лапласа, из-за спектральной смысла матрицы смежности, это одно и то же. Там, конечно, чуть-чуть получше, чуть-чуть повеселее, и какие-то ответы есть. Можно еще вопрос? Да, вот в этом примере, где вот геометрические переструйки, они известны, которые сохраняют спецограммы. И, опять же, есть некоторые манипуляции с группами. То есть из одной группы можно сделать другую группу, которая, опять-таки, приведет к эзоспектральному геометрическому админию. Эти вещи известны. Вот теории групп – это метод ЦУНАДы, так называемый. Очень интересный подход. Там классы сопряженности групп должны сохраняться, но группы при этом могут быть незаможны. Тогда спектр один и тот же. Он используется довольно широко. Но там как повезет. Там в каких-то случаях это красиво получается, но это не является необходимой достаточной. Здесь тоже есть некоторые перестройки какие-то, которые можно описать довольно явным образом, когда спектр не меняется. Вот эти два наверняка такой перестройки получат. Но весь класс изоспектральных графов друг из друга перестройкой не получаются. Понимаете, да? Нет таких универсальных перестройок. Я, по крайней мере, их не знаю. Два графа изоморфны. Тогда и только тогда, когда есть последователи. Очень простые. Изоспектральные графы. Этого я не знаю. Таких теорем не знаю. То есть, если бы они были, хотя бы в каких-то случаях, то, в общем, можно было все эти классы, которые вы, например, ту самую задачу разминали? Ну, возможно. Ну, вот я таких общих не знаю. Локально, да. Локальные перестройки возможны. Они не меняют спектр. Появляются некоторые достаточно большие семейства графов. Но они никогда не охватывают все изоспектральные графы. К другим изоспектральные графы надо добираться к каким-то другим цепочкам, к каким-то другим способам. Но я, по крайней мере, этого способа не знаю. Ну, просто в этих перестройках же тоже конечное число, как бы это просто параграфа. Параграфа из двух конечных графов такого вида перестройка, насколько я понимаю. Ну, и их как бы можно просто там пытаться классифицировать. Вот такая перестройка, она сохраняет, от нее можно... Ну, меня понимается, как в теории узлов. Да, как в теории узлов. Да, я понимаю, но совсем положительного ответа я не знаю. Ну, правильно, что можно было бы так вот, если бы у нас была таблица всех таких перестроек, допустим, не более чем десятью вершинами? Ну, допустим. Тогда бы мы могли просто вот параграфики, семейства графов, и вот так вот... Тогда бы много теорем доказали, да, это правда. Ну, я говорю, что вот я не знаю, глобальные семейства и строят. Глобальные, да, локальные. Ну, вот теперь мы знаем, что, вообще говоря, барабан можно услышать, но, скажем, какой цвет он покрашен, мы узнать не можем. И сколько палочек по нему бьют, тоже, может быть, не узнаем. Поэтому хотя бы частично, ну, что мы можем еще о барабане сказать, когда мы его услышали, знаем его спетку. Ну, можно услышать рот графов, то есть число дырок, или размерность группы гомологии, или число беттиграфов. Размерность первой группы гомологии выражается по простой формуле. Это один минус число вершин плюс число ребер. Число вершин мы сразу слышим. Число ребер я тоже приводил формулу, там, н минус первый капитал, я за это отмечаю. Поэтому рот слышим. То есть если графы изоспектральные, у них обязательно один и тот же рот. Так, с другой стороны, более плохие новости. Наличие моста, наличие вот этого хвостика, вы слышите, может. Есть сколько примеров, вы показываете. Один граф с хвостиком, другой без хвостика, спектр одинаковый. Значит, казалось бы, совсем естественное топологическое то есть отличие, но спектр его не ухватит. Ну, вот, пожалуй, все, что я сегодня хотел сказать. Может быть, более коротко, чем обычно. Но какой-то вот такой законченный результат. Но главное, что это некоторое направление, которое довольно активно развивается в математике. Вместо графов вы можете поставить любой другой объект, для которого понятие спектра в том или ином смысле определенного. И дальше развивать это дело. В целом, казалось бы, бессмысленно, но, как видите, есть и положительные результаты. Ну, и в частности, вот, проблема, поставленная Петером Бузером, как правильность и римной оперативности Родот-Бах, ну, пока остается открытым. Пожалуйста, все приглашаются попробовать свои силы решения. Ну, хорошо, спасибо. Я на этом закончу. Ну, готов послушать другие вопросы.